Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Tales of Monkey Island. Третья часть удалась на славу. Любители добротных квестов с непростыми задачками и закрученным сюжетом будут довольны. Зомби-шутер 2. Продолжение легендарного шутен-рапа от создателей Alien Shooter. Теперь с элементами RPG и обновлённой графикой. Fallen Off. Многопользовательское онлайн-RPG, которое в очередной раз рисует нам постапокалипстическое будущее. Игрок становится одним из выживших посреди диких земель и вынужден бороться за своё существование. Star Wars. Зиклон Ворс. Репаблик Хирос. Фанатам мультсериала посвящается. Глючный и неинтересный для поклонников киноэпопеи звёздных войн проект. Мы продолжаем следить за новыми сериями Острова обезьян. Тем более, что родословная этой игры заслуживает уважения. Её создатели ответственны за лучший квест 2007 года про Сэма и Макса. А недавно вышла третья часть приключений Гайброша. Lair of the Leviathan, о которой мы вам сегодня и расскажем. В третьей главе главный герой Гайброш со своим верным помощником Минслоу и Морган Левлай оказываются в брюхе морского чудища Левиафана. Возлюбленная Трипвуда тем временем находится на корабле злодея Личаком. Таким образом, первая задача очевидна – выбраться наружу. Но прежде Гайброш встретится с капитаном Коронадо де Кава, который сидит в приюхе чудища уже не первый день. Далее выясняется, что команда Коронадо находится здесь же, этажом ниже, в желудке. Трое пиратов образовали в череве несчастного животного целое братство. Одним словом, сценаристы, как всегда, на высоте, им фантазии не занимать. К примеру, в следующей локации Гайброш и вовсе оказывается на дне морском. Такое разнообразие локаций выгодно отличает третью часть от предыдущих. К слову, всего разработчики планируют выпустить 5 серий, так что будем надеяться, что сбавлять темп они не будут. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, гигабайт оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске третья голова от Tales of Monkey Island займет 600 МБ. Игровой процесс третьей части заметно изменился по сравнению с предыдущими двумя частями. Задачки стали сложнее, и для решения одной глобальной проблемы вам придется справиться с множеством дополнительных квестов. Как и прежде, важную роль играют диалоги. Правильно подобранные реплики зачастую станут ключом к разгадке. Пятерка за геймплей. Внешний вид, понятное дело, остался прежним. Оценить можно разве что новые локации и героев. А они на высоте. Брюхо чудовища наполнено яркими красками. Подводный мир поражает своим размахом. А новые колоритные персонажи запомнятся вам надолго. Пятерка за внешний вид. Озвученный герой, как всегда, превосходно. Каждая локация оформлена уникальной музыкальной композицией. А под водой голос Гайберша булькает так, что вы невольно сами начинаете задерживать дыхание. Пятерка за звук. Третья часть удалась на славу. Любители добротных квестов с непростыми задачками и закрученным сюжетом будут довольны. Форумы уже ловятся от вопросов по прохождению. Пятерку получает сегодня третья глава Tales of Monkey Island. Находить недочет в играх от таких маститых разработчиков, как Telltale Games, задача не из легких. Но не намного сложнее, чем решать головоломки от этих же самых разработчиков. С первым делом мы уже справились. Пришло время ответить на ваши вопросы по третьей главе Tales of Monkey Island. Вопрос. Как мне доказать, что Морган – жена Гайберша? Отвечаем. На вопрос, кто для Моргана образец для подражания, отвечаете – Гайберш. На вопрос о названии ее корабля, отвечаете – Тора. И, наконец, учителем Моргана был Данте Драгота. Ответы на другие вопросы старого капитана вы найдете воспоминания Гайберша. Гайберша. Вопрос. Как мне устроить свидание Моргана и толстого пирата Нуги? Ведь только так можно добиться его расположения. Отвечаем. Да, добиться расположения этого пирата можно только устроив ему свидание с Морганом. Она, конечно, откажется. Но если сказать, что это разведывательная операция, Морган заинтересуется. Попросите ее допросить Нуги, проверить его реакцию и узнать, нет ли у пирата оружия. Толстяк решит, что это было лучшее свидание в его жизни. Вот видите. Вопрос. Как увидеть лицо на картине среди пиратских сокровищ? Отвечаем. Полотно очень старое, и его нужно очистить. Для начала отправляйтесь к капитану. Он попросит принести ему выпивки и даст кружку. Затем идите к Нуге и попросите стучать более ритмично. От этого поднимется уровень желчи в желудке. Теперь ныряйте в странный нарост рядом с пиратом, иначе не успеете дойти до берега и набрать желчи в кружку. После этого вылите желтую жидкость на картину и увидите лицо. Остатки желчи можно использовать, чтобы прочистить засорившийся канал. Таким образом вы сможете попасть к статуе на островке. Соскучились по Звездным Войнам? Тогда предлагаем вашему вниманию новую игру Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Это одна из редких игр по мотивам Звездных Войн, которые локализованы российскими издателями. Но что именно представляет из себя этот продукт, об этом мы вам сейчас расскажем. Война клонов в разгаре. В знак доброй воли по отношению к республике криминальный авторитет Хабджаба соглашается поделиться с джедаями информацией о контрабандистах-сепаратистах, действующих на его территории. Слухи о войне распространяются с невероятной скоростью. И обе Ван Кеноби отправляются в НАБУ, чтобы обсудить тревожные новости сенатором Падме Амидалой. В то же время Энакин Скайуокер и его падаван Асока Тана методично уничтожают достатки армии дроидов на недавно освобожденной планете Релот. Выбрав своего героя, джедая или солдата-клона, игрок станет участником абсолютно новой истории во вселенной «Звездных войн», события которой разворачиваются в декорациях мультсериала и являются связующим звеном между первым и вторым сезонами. Рекомендуемые системные требования к игре двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 5 ГБ на жестком диске. Сразу скажем, что игровой процесс мало чем напоминает оригинальную сагу, задуманную Джорджем Лукасом. Игра «Все целые» полностью завязана на мультсериал, который также далеко не у всех вызывает восторг. Как и мультик, эта аркадка рассчитана на юных геймеров и заинтересует редкого игрока более старшего поколения. Во время игры не происходит ровным счетом ничего интересного и оригинального. Мы просто бегаем по локациям и без каких-либо проблем выносим полчища дроидов. Наша оценка геймплея всего 2 балла, и то из уважения к фанатам мультика. Как эта аркада играется, так же она и выглядит. Графика ниже среднего уровня, а спецэффекты простенькие. При этом стоит отметить не самую плохую анимацию персонажей, относительно интересные видео вставки и достаточно разнообразные локации. Тройку за внешний вид поставить можно, но с натягом. А вот озвучка вполне приличная, но в основном за счет музыкального сопровождения и работы актеров, в том числе и российских локализаторов. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук. А наша оценка 4 балла. Я хочу отправиться как можно скорее. Да, сэр. Я сообщу, когда ваш истребитель будет заправлен. Спасибо, корей. Магистр Кенаби. Магистр Пло совсем не ожидал увидеть вас в этой глуши. Пути силы неисповедимы, юный Оби-Ван. Но я рад, что мы встретились. Я тоже. Много времени прошло. Star Wars The Clone Wars Republic Heroes фанатам мультсериала посвящается. Глючный и неинтересный для поклонников киноэпопеи «Звездных войн» проект. Разработчики явно не пытались сделать нечто из ряда вон выходящее. Перед ними была поставлена определенная задача, и они справились с ней достойно. Но нам, простым геймерам и тем, кто без вселенной «Звездных войн» жить не может, от этого не легче. Всего 2 балла. Наша общая оценка этой игры. Игра Star Wars The Clone Wars Republic Heroes изначально была ориентирована на определенный круг геймеров. Поэтому не ждите от игры чего-то сверхъестественного. Все равно не получите. Но если вы не случайно взялись за эту аркаду и столкнулись с трудностями, обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Помогите мне пройти второй уровень. Я посмотрел ролик, послушал йоду, а дальше ничего не могу сделать. Герой просто бегает по питочку и никуда не может пройти. Что нужно сделать? Отвечаем. Скорее всего, это глюк. В игре часто встречаются подобные моменты. Попробуйте пройти эту миссию заново, и, скорее всего, у вас все получится. Следующий вопрос. Я застрял в одном месте, где мне нужно что-то сделать с каким-то ящиком у стены. Уйти никуда не могу. Йода сказал, что я должен использовать силу на этот ящик. Но ничего не получается. Что делать? Отвечаем. Этот ящик отвечает за управление платформой. Чтобы включить платформу, нужно воспользоваться силой в тот момент, когда появляется соответствующий значок. Этот символ показывает, что силой нужно воспользоваться, используя многократное нажатие на нужную клавишу. По умолчанию, это правая кнопка мыши. Смотрите далее. Fallen Off. Многопользовательское онлайн-РПГ, которое в очередной раз рисует нам постапокалипстическое будущее. Игрок становится одним из выживших посреди диких земель и вынужден бороться за свое существование. Зомби-шутер 2. Продолжение легендарного шутенапа от создателей Эллиан Шутер. Теперь с элементами РПГ и обновленной графикой. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, снято. Приготовьте, сейчас буду интонировать. Мы собираемся вам помочь. Помочь мы вам собираемся. Сделай паузу. Скушай твикс. Fallen Earth. Новый проект, который в очередной раз рисует нам грустную картину далекого будущего. 2154 год. Мир, который мы когда-то знали, разрушен. И лишь жалкие остатки человечества населяют опустошенные земли. Вооружившись бейсбольной битой, нам с вами предстоит начать борьбу за выживание. Субтитры создавал DimaTorzok в своё существование, заводя союзников и истребляя врагов. Начинается игра в одном из 18 городов, расположенных на территории пяти стран первого сектора. В каждом из них свои жители и свои проблемы. Fallen Earth характеризуется как многопользовательская, постапокалиптическая, сетевая, ролевая игра. За власть в ней борются шесть фракций. И пользователь сам решает, с кем воевать, а с кем дружить. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жёстком диске игра займёт 5 ГБ. Как водится в подобных играх, любой персонаж вступает в мир игры с желторотиком. Но по ходу действия развивается. Накапливает экспу, тратит её на поднятие уровня. Вместе с уровнем растут и способности героя. Вне зависимости от выбранного класса, своё альтрего можно совершенствовать либо в техническом направлении, либо в магической школе. Всего в игре 8 основных характеристик. Сила, выносливость, координация, ловкость, интеллект, сила воли, наблюдательность и харизма. Уровней астрономически много. 150. Четвёрка за геймплей. Несмотря на сложившийся стереотип, на территории Гранд Каньона множество уголков мало похожих на пустыню. Например, национальный заповедник Кайбаб. В игре присутствуют и луга, и степи, и ущелья, и дюны, и грязевые озёра. Карта Fallen Earth размером 7000 квадратных километров. Прогулка из одного конца в другое по прямой займёт до 30 часов реального времени. Но учитывая далеко не плоский рельеф местности, можно смело накинуть ещё десяток. Если же вы любите проходить абсолютно все задания, то смело рассчитывайте на 300 часов чистого геймплея. Из-за такого большого пространства разработчикам пришлось отказаться от вылизанной картинки. Графика здесь прикрамывает, но общая атмосфера постапокалипсиса, на наш взгляд, удалась. Четвёрка за внешний вид. Звук в игре не впечатляет. Всё на среднем уровне. Это касается и саундтрека, и всех атмосферных шумов. Простенькие звуки выстрелов, в диалогах однотонные голоса. А также постоянный повторяющийся рёв монстра. Не то чтобы все эти звуки некачественные, просто их малое количество. От чего создаётся впечатление неполноценной звуковой атмосферы. Тройка за звук. В Fallen Earth нет максимальной планки и логического завершения. То есть 150-й уровень, максимальный, не ограничивает дальнейшее развитие персонажа. Оно будет идти непрерывно, и разработчики собираются постоянно добавлять новый контент, чтобы даже самые хардкорные игроки не заскучали. Это касается и вещей, и способностей, и всего остального. Наша общая оценка игры — 4 балла. Кстати, вещи можно не просто носить, но и выбирать, как именно это делать. Бейсбольную кепку повернуть козырьком вперёд или назад. Куртку застегнуть или расстегнуть. Ну, в общем, дальше поехали. Вопросы и ответы по прохождению игры Fallen Earth. Вопрос. Вы скажите, я прокачался до четвёртого уровня, нахожусь в городе инфорсеров. Квест основные выполнил. Есть ли смысл перебираться в другую локацию, и если есть, то в какую? Качаюсь под инфорсеров. Отвечаем. В любом городе вы можете прокачать любые навыки. Выбирайте тот, что по душе. Можете попробовать Embry Crossroad. Там хороший набор разносторонних квестодателей и есть групповые задания. Вопрос. Вы скажите, пожалуйста, какой родной город для ТЭК в первом секторе? Отвечаем. Достаточно много ТЭКов, Мамфорт и очень много Войл Вилл. В секторе 2 их город Пикас Ридж. Следующий вопрос. А зачем нужен Бартер Сейв? Отвечаем. Для того же, для чего из сектора VIP-сейва, а точнее для вещей, которые жалко выбросить. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз-ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть первые серии приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. Я Сэм, это Макс, мы и вольная полиция. Новое дело бесстрашных бойцов с преступностью связано с распространением гипнотических кассет, влияющих на умы жителей города. Переносит тут кассеты? Я их вообще не заказывал. Помимо всего, нашим друзьям постоянно мешает крыса Джимми. Ты, медвозубая, это вам не жалкая крыса, а? Короче, не скажу. Слышишь, падали, я сейчас возьму лампочку и в клотку суну. А также много всего другого в сериале Сэм энд Макс на канале Муз-ТВ. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите Cinema Game, кино по вашим любимым играм. Такие игры, как зомби-шутер и эллиан-шутер, всегда будут пользоваться популярностью. Sigma Team, разработчик обоих сериалов, знает, в чем кроется секрет успеха. Круши и убивай! Дай волю своим инстинктам и выйди один против легиона зомби или пришельцев. Оставив неизменную концепцию геймплея, разработчики внесли ряд улучшений в сиквел. О них-то сейчас и пойдет речь. Сюжет зомби-шутер 2 обставлен в полном соответствии с канонами жанра хоррор-экшен. Причины появления огромного количества зомби неизвестны, да и мало кому интересны. Герои игры – люди действия и предпочитают иметь дело с последствиями. Для этого у них есть широчайший выбор вооружения, начиная с простенького пистолетика и заканчивая такими экзотическими средствами уничтожения, как гранатомет и огнемет. В сиквеле появилась РПГ-составляющая. Если раньше мы просто копили деньги, которые можно было потратить на новое оружие, то теперь по ходу прохождения кампании наш герой прокачивается, оттачивая свои навыки выживания и уничтожения ненавистных зомбаков. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и 1,5 ГБ на винчесте. Игровой процесс по сравнению с Alien Shooter и оригинальным зомби-шутером не сильно изменился. Нам всё так же предлагают зачищать локации, отыскивать секреты и пытаться выжить в этом жёстком мире. Можно упрекать авторов в том, что они эксплуатируют собственные идеи, но по сути концепция геймплея для жанра Shoot'em Up была выработана два десятилетия назад. И согласитесь, зачем менять что-то, что и так работает? Поэтому мы ставим уверенные 5 баллов за геймплей. Графический зомби-шутер 2 подрос и обзавёлся новым движком. Также появились новомодные эффекты Black and White и некий закос по киноплёнку. Анимации движения персонажей и сцены смерти зомби выше всяческих похвал. Если вам противен цвет крови, теперь вы запросто можете поменять красный на зелёный. Но это забава для слабаков. Не остались в стороне и пироэффекты. На каждом уровне множество взрывающихся объектов. Да и C4 вход идёт теперь гораздо чаще. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Что касается аудиоряда игры, то тут также без изменений. Мрачноватая музыка, завывание зомби и звук осыпающихся гильз. Всё строго по канонам жанра. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Рейграбельный зомби-шутер 2 по сравнению с оригиналом значительно выросло. Главным образом это связано с главными персонажами. За счёт появления навыков каждый из них теперь развивается по-своему. Не забыли разработчики и привержимость Рувайвл. Теперь их два типа. В одном вы бегаете по поляне, которая постепенно наполняется зомбаками. Во втором управляете пушкой, стоящей на перекрёстке. И со всех сторон крут гордо зомби. Пушку, кстати, теперь тоже можно прокачивать. Её живучесть значительно возросла. Проблемы начинаются только после десятой волны. Наша общая оценка Зомби-шутер 2. 5 баллов. То, что Зомби-шутер 2 обзавелась собственным сюжетом и новым графическим движком, безусловный плюс. Вообще, любые придирки к игре заканчиваются тем, что пресловутая шаблонность, которая вредит другим играм, в случае с Зомби-шутером магическим образом превращается в достоинство. В этом, собственно, и кроется очарование игры. Первый вопрос. Что только случайно? Отвечаем. Маркеры в игре указывают только на направлении основного вашего продвижения. Зелёные указывают путь. Красные – задания миссии. Если по ходу движения вы видите, что по бокам есть дополнительные проходы или неприметные здания, обязательно сделайте остановку. В большинстве случаев там оказываются спрятаны дополнительные патроны или даже целый оружейный магазин. Таким же способом берутся второстепенные квесты. Следующий вопрос. Как выжить в режиме «Ганстенд»? Есть ли у него логическое окончание? Отвечаем. Первонаперво нужно грамотно распределять апгрейды. На первых шести волнах, пока давление зомбаков не такое сильное, прокачайте пушку и ракетницу. Затем, если уже не справляетесь, ремонтируйте забор и ставьте дополнительные пушки. Но это имеет смысл делать лишь в том случае, если значительная часть вашего ограждения уже разрушена. По поводу финала этого режима, скорее всего, он бесконечен. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свои резюме на наш электронный адрес faqsobaka.musdefistv.ru Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Не забывайте заходить на ВАП-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. vap.musdefistv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова